Иран готовится внести свою лепту в обвал мировых цен на нефть. Тегеран сообщил о планах поднять добычу до максимально возможных уровней. Китай тем временем старательно забивает свои склады бочками углеводородов. Импорт нефти в страну вырос на 8,8% в сентябре. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить баланс спроса и предложения на мировом рынке. Углеводороды за несколько месяцев подешевели примерно на 30%, и, по мнению многих экспертов, вряд ли вернутся к прежним уровням. В последние дни котировка нефтяной смеси Brent консолидируется в районе 85 долларов. По новым прогнозам Goldman Sachs в следующем году средняя стоимость европейского эталона будет оставаться у этой же отметки. Ранее эксперты прогнозировали, что средняя цена углеводородов будет составлять 100 долларов за баррель. Но рост предложения в условиях торможения спроса убедил организацию пересмотреть свои расчеты. Техасская нефть Лайтсвит, по мнению аналитиков Goldman Sachs, упадет до 75 долларов. Можно предположить, что если заседание ФРС окажется, условно говоря, в пользу доллара, и доллар получит продолжение к своему укреплению в краткосрочной перспективе, то нефтяные фьючерсы, а именно нефть марки Лайтсвит, может пробить уровень 80 долларов за один баррель и устремиться к нижней границе, к минимумам, которые были достигнуты ранее, а именно к уровню 77,20 доллара за один баррель. Власти России, одного из крупнейших экспортеров в мире, в будущее смотрят с оптимизмом. Бюджет на 2015 год составлен из расчета, что баррель нефти будет стоить 96 долларов. В Иране мнения российских экспертов не разделяют. По прогнозам национальной нефтяной компании, котировки вскоре опустятся до 70 долларов. В Венесуэле и вовсе готовятся к худшему. В новый проект бюджета заложена цена нефти 60 долларов. Многое будет зависеть от решения ОПЕК, если на заседании 27 ноября в Вене организация решит сократить квоты на добычу. Черное золото может снова подорожать, однако пока не все участники ассоциации готовы уступить свою долю рынка. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс и приятного вам торгового дня!